На церемонии открытия юношеского турнира свои добрые пожелания выразил заместитель Акима-Атбасарского района Куаныш Кладбеков. Он также констатировал, что массовый спорт в регионе набирает обороты. В 2022 году в поселке Шуйское построен современный спортивный комплекс, восстановлен спорткомплекс в поселке Новосельское. Здесь и стартовали открытые региональные соревнования по настольному теннису. Ребята демонстрировали красивую игру, мастерски управляя ракетками. Среди зрителей был и учредитель этих состязаний Павел Шакола. Весной приняли решение сделать капитальный ремонт зала, то есть полностью обновить инвентарь, полностью сделать зал, чтобы люди посещали, чтобы спорт развивался. Потому что, как говорят, когда спорт – это здоровье, нации здоровья, развитие в нашей области, чтобы было района. И приняли решение сделать за счет базового, опять же, хозяйства. Вложили порядка 100 миллионов в тенге сюда, в зал. Закупили полностью инвентарь, сделали ремонт, покрытие. И посещение у нас спортивно-оздоровительного комплекса бесплатно, то есть полностью все проводятся секции бесплатно за счет базового хозяйства ТО. В село Новосельское приехали теннисисты из нескольких районов Акмолинской области. Все они рассчитывают на победу. Я играю в теннис уже с половины 21-го года. Мне нравится ходить, играть в теннис. В теннисе нужна резкость и очень интересно играть. В Новосельске я смогла познакомиться со многими девушками. Мне понравилось это. В областном открытом турнире юных теннисистов сильнейшие стали призерами и победителями. Среди них сери Куатбеков, защищавший честь от Басарского района, братья Никита и Филипп Забановы. Также несколько спортсменов из Астраханского района получили ценные подарки от директора товарищества «Новосельское» Павла Шаколы. Василий Павлиди, Колымбик Мухаммеджанов, Дархан Мужебаев, Кокщи, Акпарат.